Здравствуйте, это пульс недели в студии Наталья Быстрицкая. Давайте посмотрим, какими были эти семь дней и какие важные события успели произойти. Липовые справки двух медсестер из Лонг-Айленда обвинили в подделке сертификатов о вакцинации. Они успели заработать полтора миллиона долларов на этой схеме. Системой шутки плохи, заявили в полиции. Мы рассказали об этом понедельник. В результате аварии с участием шести автомобилей девять человек погибли в Лас-Вегасе. Еще один находится в критическом состоянии. Причиной аварии, по словам полиции штата Невада, стал водитель, превысивший скорость. Предварительное расследование показало, Dodge Challenger двигался в северном направлении, приближаясь к перекрестку на высокой скорости. Свидетели заявили, что он действительно проехал на красный свет и потом столкнулся с несколькими автомобилями, вызвав хаос. Что касается вовлеченных автомобилей, то это темно-бордовый Dodge Challenger, Белая Toyota, Ford Fusion, коричневая Шелли Малибу, Hyundai Tucson и внедорожник Mercedes. После удара автомобили вылетели на северо-восточный участок. Всего в этом инциденте пострадали 15 человек. По словам офицера Куэваса, два человека были доставлены в больницу, где один из них позже скончался, а другой все еще находится в критическом состоянии. Штаты восточного побережья страны подводят итоги снежного шторма, который парализовал работу многих компаний и оставил тысячи людей без электричества в эти выходные. В округе Нассау, штат Нью-Йорк, оператор снегоуборочной машины ночью обнаружил мертвую пожилую женщину, которая находилась в своем автомобиле. Хотя официальная причина ее смерти не была подтверждена, жертва, вероятно, перенесла сердечный приступ. Массачусетс объявил чрезвычайное положение вместе с Мэриландом, Нью-Джерси, Нью-Йорком и Род-Айлендом, а жителей попросили воздержаться от путешествий. По данным онлайн-трекера PowerOutage.us, более 80 тысяч домохозяйств остались без электричества только в Массачусетсе. Сайт FlightAware сообщил, что авиакомпании отменили более 4,5 тысяч рейсов, в то время как М-Трак приостановил обслуживание на отрезке Бостон-Вашингтон. Компания Metro Rail, которая обслуживает часть пригородных железных дорог в Чикаго, пошла на экстраординарные меры, чтобы защитить пути от холода и стала поджигать рельсы. В противном случае от мороза металл начинает сжиматься и деформироваться. В Нью-Йорке задержали медсестер Жули де Вуона и Марису Урау, которые подозреваются в продаже карт вакцинации против коронавируса непривитым пациентам. Их обвиняют в продаже справок на сумму полтора миллиона долларов. По информации следствия, медицинские работники добавляли имена покупателей в базу данных штата о вакцинированных жителях. Стоимость их услуг зависела от возраста клиента. Они брали по 220 долларов с каждого взрослого и 85 долларов с ребенка. Во время обыска у подозреваемых нашли 900 тысяч долларов наличными. Кроме того, следователи обнаружили записи, свидетельствующие о том, что их преступная схема принесла полтора миллиона долларов всего за три месяца. Свой нелегальный бизнес медработники начали в ноябре прошлого года. Посольство России в США сегодня лишилось 27 сотрудников. Они должны были уехать во исполнение требования Вашингтона об ограничении пребывания работников российских дипмиссий в Америке. В МИД России ранее называли это высылкой дипломатов и обещали ответить симметрично. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в пятницу, что американцы передали список из 55 сотрудников, которым в этом году предписано уехать из США. 27 человек должны были покинуть страну к 30 января, еще 28 к 30 июня. После этой высылки в посольстве остается 184 работников, включая дипломатов и административно-технический персонал, добавил Антонов. Губернатор Западной Вирджинии, республиканец Джим Джастис продемонстрировал зад своей собаки во время своего обращения к штату в качестве возражения критикам и сказал, что они могут поцеловать хини его питомца. Все случилось после того, как актриса кино Бет Мидлер разозлила губернатора твитом о низком рейтинге Западной Вирджинии по ряду вопросов на фоне других штатов. В ответ Джим Джастис поднял английского бульдога на трибуну и показал присутствующим заднюю часть животного. Ну вот, подводя итог, бульдог говорит Бет Мидлер и всем остальным. Поцелуйте ее взад. Позже Бет Мидлер продолжила свою ссору с Джимом Джастисом, заявив, что зад его собаки станет даже лучшим губернатором, чем он сам. Подвид штамма Omicron BA2, который называется скрытый Omicron, распространяется быстрее, чем его предыдущая мутация. Об этом сообщает Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании. Ученые исследовали контакты британцев и выяснили, что люди с мутацией BA2 заражали членов семьи в 13% случаев. Это на 3% больше, чем при основной мутации Omicron. Я напомню, департамент здравоохранения штата Нью-Йорк подтвердил первые случаи так называемого скрытого штамма Omicron на прошлой неделе. Таких в Нью-Йорке 4. На связи со студией доцент кафедры внутренних болезней Университета Миннесоты Таня Мельник. Таня, здравствуйте. Добрый день. Ну вот расскажите нам, чем скрытый Omicron, собственно, отличается от обычного? Так ли он опаснее, чем обычный? Давайте разберемся сначала, откуда возник термин «скрытый Omicron», потому что на самом деле он не скрытый, это тот же самый вирус с небольшими добавками, отличающийся от обычного Omicron. Омикронов всего было распознано три, то есть это субварианты, которые друг от друга отделяются несколькими ключевыми мутациями, но в то же время они содержат общие мутации, что позволяет их отнести к одному варианту. Они отделились от основного дерева своих прочих ковидных родственников достаточно давно, и они друг другу гораздо ближе, чем к Тельте или к оригинальному вирусу, который пришел из Китая достаточно тоже давно. Поэтому их относят к одному варианту, но тем не менее они друг от друга отличаются. Когда впервые во многие страны пришел Omicron, было замечено, что его сигнал на реакцию ПЦР отличается от Дельты. То есть Дельта давала три сигнала по тем маркерам, которые использовались. То есть по сути дела для того, чтобы выявить вирус, используются три таких маленьких магнитика РНК. И если эти магнитики приклеиваются к вирусу и начинают дальше синтезировать новые кусочки вируса, пробирки, естественно, то так мы отличаем вирус от всего остального. И если Дельта давала три сигнала, то в таких реакциях Omicron 1, BA1, давал только два сигнала, что позволило его очень легко отличить от Дельты. Не во всех реакциях, конечно, но некоторые системы позволяли это определить. Таким образом, нам не нужно было секвенировать весь вирус, чтобы понять, к чему, собственно, он относится. Такой мутации нет в близком родственнике BA1, BA2. Поэтому он даёт те же три сигнала на реакции ПЦР, которые даёт и Дельта. И это позволило его назвать скрытым Omicron. То есть он не выделяется на изначальных тестах, хотя если его секвенировать, это тоже Omicron. Поэтому его трудно отличить, если не делать более глубоких тестов. Но он, в общем-то, от своего приятеля Omicron BA1 немножко отличается. Не настолько сильно, чтобы относить его прямо к другому варианту. Это тоже Omicron, но тем не менее они друг от друга отличны. Тогда здесь очень логичен вопрос для нас, обычных людей, которые переболели Omicron, например. Можно ли заболеть теперь скрытым Omicron? Отличный вопрос, на который на данный момент ответа достоверного нет. То, что мы сейчас знаем, это то, что тяжесть заболевания вот этим скрытым Omicron, скорее всего, не отличается от тяжести заболевания тем Omicron, который гулял уже достаточно давно. Поэтому в этом плане мало что изменилось. Эти данные поступают и из Дании, и из Великобритании. Тяжесть заболевания вот этим вторым Omicron не поменялась. Второй Omicron обычно приходит уже, когда первый Omicron в стране здорово отметился. Есть, правда, исключения. То есть в Индии он пришел достаточно рано, и в основном там всплеск заболеваний ковидом был связан именно со вторым Omicron. В Штаты он сейчас начинает приходить. Отловить его сложнее, поскольку он не дает сигналу так быстро, нужно его секвенировать. Поэтому с лета его отличить от дельты будет очень тяжело. Но от дельты он все же будет отличаться точно так же, как и первый Omicron. Он будет отличаться от тяжести заболевания в более благоприятную сторону, что, в общем-то, не может не радовать. А что касается распространения, есть ли предположения или ожидания, что он будет распространяться так же быстро, как обычный Omicron? Да, это то, что уже сейчас наблюдается, собственно, в Великобритании, поскольку там были сделаны исследования, насколько часто заражаются родственники в пределах одной семьи. То, что было выявлено с Omicron первым, это около 10% заражалось. Если его сравнивать со вторым, то со вторым это было около 13%. Разница эта недостоверная, то есть они в пределах примерно того же уровня. Из Дании поступают сведения, что он сейчас распространяется быстрее. Это то, что наблюдает, в общем-то, в других странах. То есть у него есть шансы стать доминантным субвариантом и доминантным преобладающим вариантом Omicron в ближайшее время. На днях губернатор Нью-Йорка Кэти Хоккл выступила о том, что, в общем-то, мы знаем, как остановить распространение. Она сказала, нужно для этого сделать бустерную вакцину и носить маску. Но вот у меня к вам вопрос, а разве бустерная вакцина, это доказано, что она помогает от Omicron? Данных, опять же, очень мало на данный момент. Они все на настоящий момент предварительные. Во-первых, у нас остается незакрытым вопрос, могут ли люди, переболевшие первым типом Omicron, заболеть еще и вторым. Они все-таки отличаются друг от друга. На данный момент подозревается, что вероятность этого достаточно мала, но дополнительные данные, конечно, нужны. И в Великобритании их очень активно отслеживают, как, собственно, и в Дании, где проводятся очень широкие программы секвенирования. Поэтому, я думаю, в течение ближайшего, скажем, месяца, а то и раньше, мы достоверные данные получим. Что касается бустерных доз и их защиты от Omicron, то такие данные уже начинают появляться и в Дании, и, в общем-то, те самые свежие данные, они пришли из Великобритании. Если нам на данный момент известно, что две дозы вакцины от COVID-19, практически любой вакцины, которая использовалась в Великобритании, снижают риск заболевания незначительно, то то, что они наблюдали с бустерной дозой, это было от 60 до 70% снижение риска симптоматического заболевания Omicron. Как первым, там было немножечко ниже, около 60%, так и вторым, около 70%. Поэтому, да, имеет смысл сделать бустер. Таня, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Доцент кафедры внутренних болезней университета Миннесоты Таня Мельник была с нами на связи. Большое спасибо за приглашение.